Всем привет, ребята, и добро пожаловать ко мне на канал. У нас уже вовсю весна, а это, мне кажется, самое такое время обновления не только какой-то декоративной косметики, но, мне кажется, и парфюмерии. Так что я предлагаю вам сегодня окунуться в мир парфюмов и вместе со мной вскрыть вот такой вот боксик от Sephora. Здесь, на самом деле, не только парфюмы, но еще кое-что есть, надеюсь, интересное для нас с вами, но основная задача у нас будет с вами слушать сегодня новые ароматы и впечатляться, искать что-то новое, и я надеюсь, что что-то мы с вами себе здесь сможем подобрать. И давайте вскрывать наш боксик. Вот так вот он выдвигается, и внутри очень-очень красиво, на самом деле, оформлено в минималистическом таком дизайне, но очень, мне кажется, уютненько это все. И я здесь вижу сразу кучу просто духов, саше-пробники, все, что только возможно. Ну и давайте я выну сейчас духи, все, которые тут есть. Я очень надеюсь, что я не помру просто от головной боли, потому что духов здесь очень-очень много на самом-то деле. И, вы знаете, отдельно в коробочке лежал праймер от Make Up For Ever по минимайзеру, какой-то Step 1 праймер. Думаю, когда-нибудь мы с вами его попробуем. Если пробовали, напишите вообще, что это такое, хорошая ли эта вещь. А может быть, и пробовать не стоит. Первое, что я достаю из этого бокса, это вот такой вот пробничек духов Narcissa Rodriguez. Вроде как это черный парфюм. Давайте его доставать. Я нанесу его прямо, наверное, на вот эту вот упаковочку, ни в чем себя не буду стеснять. И сейчас придет несколько секунд. Я всегда, знаете, так выжидаю-выжидаю, а потом мы с вами его послушаем. Он, конечно, какой-то, мне кажется, все-таки пудровый, но, знаете, мне, честно говоря, не очень. Он какой-то, не знаю, вот, знаете, есть какие-то дорогие ароматы, даже если они там не супер какие-то, пупер известные, да, но вот этот вот, не знаю, мне такое не очень нравится. И немножко вот он меня поддушивает. Я знаю, что Narcissa Rodriguez многим нравится, белые духи, вот такие вот черные, достаточно популярный вообще бренд ароматов, но мне вот это как-то не очень, поэтому я, наверное, его отложу в сторону. Вот, и потом мы с вами посчитаем вообще, сколько мне понравилось ароматов из этого бокса. Дальше вот такой вот аромат Alive, это у нас Hugo Boss. На самом деле, тоже какой-то очень популярный аромат, но я его никогда не слушала, поэтому давайте скорее вместе это сделаем. Немножечко потрясем. И, кстати, вот он уже такой какой-то прям более приятный, интересный, что для меня, какой-то, знаете, свежий. Интересный. Мне кажется, на самом деле он цитрусовый. Я буду здесь где-нибудь прописывать пирамиды, чтобы вам было тоже интересно вообще, как выглядят духи. Я буду вставлять картинки и пирамиды, что входит в состав. Но вот это на каждый день прям, блин, я бы носила вообще вот эти духи прям каждый-каждый день. Они прям не навязчивы, но у них есть что-то вкусное, прям мне очень нравится. На самом деле, мне и мужские нравятся духи, у мужа тоже они есть. Они на самом деле не очень дорогие. Мне кажется, 3000 где-то, 30 мало или 50 мало можно носить, и прям такой вот вариант реально на каждый день. Ох, вот это прям, вот это мне прям понравилось. Отложу куда-нибудь себе поближе, и, наверное, прям буду пользоваться каждый день. Вообще отличный аромат. Дальше у нас какой-то аромат Алоэ Бэн, Агуа, Элла. Не знаю даже, что это такое, ни разу не видела. И тоже. Давайте послушаем. Это тоже свежий аромат. Мне кажется, свежий аромат и прям на весну. Прям самое то. Тоже, в принципе, он неплохой, но немножко, знаете, голова от него начинает побаливать. Так, прям очень даже свежий. Мне он тоже прям понравился. Интересно, на самом деле, что в составе. Потом буду вам вставлять пирамидки, и вместе посмотрим. Дальше у нас с вами аромат Кинзо, который называется Флауа Пай. Кинзо Поппи Букет. Честно говоря, опасаюсь здесь какой-то вообще мак нарисован. Что это будет, я боюсь. Мужские Кинзо мне нравятся. Они всегда вот какие-то свежие. Так, здесь вообще что-то есть. Вроде что-то есть. А женские, они прям какие-то очень-очень убойные всегда у Кинзо. И я такое не очень люблю. Хотя у меня был Кинзо Амор, и мне, в принципе, нравилось. Он тогда был шоколадный. Интересно, какой будет вот этот. Ну-ка. Что-то как будто бы, знаете, мало нанеслось из этого пробника. Ничего не понятно. Вот пока, в принципе, то, что нанеслось, мне очень-очень нравится. Он тоже какой-то свежий, достаточно цветочный. Немножко как будто бы отдает мылом, но, в принципе, не очень. Поэтому им можно пользоваться. Даже я думаю, я смогу. Его осилить, в принципе, такой приятный свежий цветочный аромат. Аромат на весну. Пока у нас разделены места. Один мне не понравился, и три мне понравились. Так, очень интересный такой лот у нас следующий. Это Dolce & Gabbana. Их вот эти вот цветочные ароматы у меня роза. Ух, я боюсь. На самом деле роза редко, когда, мне кажется, бывает какой-то вкусный. Здесь хороший пробничек. Прям все с первого раза. Так, ну вот первый прям, когда первый вдох я сделала, прям пахнуло розой. А вот сейчас, когда дальше я продолжаю слушать аромат, он очень какой-то приятный. Становится тоже свежий. Прям вообще, я очень хотела найти здесь свежий аромат, и они прям вообще все какие-то свежие. Ну, это, кстати, тоже неплохой аромат. Немножко он напоминает освежитель для воздуха, который был в моем детстве. Немножечко ассоциация с туалетной комнатой. Прошу прощения, но туалетная вода, возможно, это относится к этому тоже. В принципе, мне нравится достаточно. В принципе, я могу этим пользоваться. Интересно. Дальше у нас вот такое вот Валентино. Валентино Донна. Born in Rome. Окей. Желтая мечта какая-то от Валентины. От Валентины знаю тоже, что духи, в принципе, не очень дорогие. И достаточно популярные. У меня от Валентины ничего не было. Но, честно говоря, не очень каким-то, я не знаю, кактусом пахнет Валентино. Может быть, это и желтая мечта, но мне отдает каким-то спиртом. И, честно говоря, не очень нравится. Может быть, стоит, знаете, подождать чуть подольше, побольше, чтобы там спирт выветрился и все такое. Вот, но что-то пока непонятно. Каким-то реально, знаете, каким-то растением. Не то чтобы лекарственным, а вот каким-то, не знаю, травой какой-то. Что-то есть. И в этом очень интересно, что я вам пропишу в пирамиде. Но вот это, короче, мне не очень понравилось. Дальше у нас здесь аромат Mon Guerlain. У меня был Mon Guerlain классический с Анджелиной Джоли. Но здесь Sparkling Bouquet называется, версия. И давайте его тоже послушаем. Так, Guerlain, давай, сделай нормальный пробник. Почему я должна тут учиться сидеть? Ага. Guerlain, на самом деле, всегда отличается прям тяжел... Тяжестью ароматов. Вот как для меня. Вот первый был, он классный был, все такое. Он был безумно просто стойкий, но он меня душил. Интересно, как вот этот будет. Вы знаете, вот этот как будто бы тоже свежий аромат. Немножко он дает по шарам. Но он тоже вот свежий, прям очень интересный. На самом деле, я не надеялась на это. Но мне прям понравился вот этот Sparkling Bouquet. Прям вообще огнище. Неплохой вообще вариант. Тоже немножко что-то мыльного в нем есть. А так, в принципе, ничего. Дальше у нас идет Gucci Flora. Goji's Gardenia. Хотела сказать, у меня называется оттеночек, но нет. Так, давайте тоже его послушаем. Давай, добывайся. Возможно, у меня подзабился, кстати, сейчас нос. Надо что-то, не знаю, другое. Материар-код Sephora понюхаем. Все. Свеженький. И еще раз Gucci. Не могу разобрать. Конечно, так сложно это все делать. Сейчас побольше нанесу. В нем вот тоже много спирта. И почему-то флору я никакую не чувствую. Я сейчас его отложу в другую сторону. Может быть, он там как-то придет в себя вообще. Огстится. И мы его потом с вами занюхаем. Что ж уж. И вот такие вот еще есть духи. Cartier, которые называются, видимо, пантера, если я не ошибаюсь. И прямо на флаконе здесь нарисована реально пантера, как будто стеклянная. Давайте его тоже послушаем. Хороший пробничек, хороший. Сразу добывается нам аромат. Здесь уже вот этот вот тяжелый, мне кажется, аромат. Не самый тяжелый, который так может быть, но все же. О! Он прям такой. Мне кажется, для возрастных все-таки дам больше, которые хотят заявлять как-то о себе. Мне аромат нужен, знаете, для того, чтобы немножко мне придать какой-то игривости, чего-то такого. Какого-то свежего, возможно, настроения, какой-то силы, не знаю, энергии. Но вот это нет. Это, знаете, не знаю, какие-то 20-е годы в салонах женщины сидят, курят вот эти вот, не знаю, как вот это называется, что они сидят, курят такую палочку длинную. Вот. Вот с таким ароматом мне, честно говоря, он не очень тяжеловатый для меня. И не нужно мне такое. Будет болеть голова, и ничего хорошего дальше не будет. И последний аромат, это вот такой вот от Вильхельма Парфюмери, Нью-Йорк. И называется он Диаполли. Дорогая Полли. Давайте посмотрим на дорогую Полли. Прикольно такая желтая коробочка. Ох, как пшикнуло. Просто вообще огонь. Давайте послушаем. Ого. Вы знаете, этот аромат прям табак. Прям табак, сигареты. Не сжжённый, а какой-то вот прям табачный реально. Знаете, как вот... Ох, как откурительная у нас сегодня тема. Какой-то такой аромат табака. Не сжжённый, а когда вот человек покурит, и знаете, такие не дешёвые сигареты, а что-то подороже. То вот такой вот аромат присутствует. Прикольно. Мне кажется, он на самом деле унисекс. То есть его можно и мужчинам подарить. Такой он, знаете, придает брутальности. Мне аромат понравился. Сама бы не стала носить его. Но вот, например, мужу своему я бы отдала. Мне кажется, ему понравится. И он бы пользовался. Придает, мне кажется, такой брутальности мужчине. В принципе, все ароматы мы с вами послушали. Какие у меня вопросы остались? У меня остались вопросы к Гуччи Флора. Давайте ещё раз его послушаем. В принципе, то, что вот здесь какой-то, не знаю, еле уловимый какой-то аромат. Я не понимаю, они, может, вообще не стойкие. Хотя Гуччи, по-моему, стойкие ароматы. Вот. Ну, в принципе, вот то, что у меня сейчас на импровизируемом блотере, мне нравится. И вот здесь вот ещё была Валентина, которая «Жёлтая мечта». Возможно, мы сейчас его тоже послушаем ещё раз. Нет, вот эта Валентина мне не нравится. Честно, вот вообще какой-то никакой аромат. Нет в нём никакой индивидуальности. Прям вот реально как будто за 100 рублей. Короче, «Жёлтая мечта» — это точно не для меня. И получается, что мне не понравилось три аромата. Это «Картье», я думаю, он самый дорогой. Либо один из самых дорогих. «Норсейс Альрегис» — чёрная, которая нравится всем, но не нравится мне. И «Валентина» — «Жёлтая мечта». Тоже мне не понравился он. И мне понравилась куча, на самом деле, ароматов. Я хочу выделить, например, один вот этот вот «Элайв» от «Хьюго Босс». Мне он очень нравится, он какой-то. И немножко с цитрусом, и немножко какая-то в нём конфетка. На каждый день прям вообще огнище. Вот этот кладу пробничек и буду, мне кажется, каждый день им пользоваться. И какой же ещё мне понравился аромат? Давайте вспоминаем кинзо. А, кинзо, вот оно проявилось и стало более мыльным. Ну, честно говоря, больше нет, чем, да. Вот этот вот букет «Поппи» мне, короче, не понравился. Он полежал, видимо, раскрылся и стало больше в нём мыла. Я такое не люблю. Вот этот «Спарклин» букет от «Герлен». Ну, не знаю, как бы, правда это или нет. Нужно потом, знаете, наносить на тело и походить. Но вот пока что есть, что-то мне тоже не понравилось. Короче, они все тут открываются, эти ароматы совершенно по-другому себя преподносят. Что-то я как-то не очень. Давайте ещё розу понюхаем, ещё раз Дольче Габбана. Не, ну роза, она такая, знаете, кокетливая. Такая, как будто девочек 15 лет, она вся такая прям хоп-хоп-хоп. Розу, в принципе, пусть будет. Окей. Вот этот «Алой Вэ Агуа». Вот этот вот, мне кажется, он какой-то тоже как будто бы унисекс, хотя он называется «Элла». Вроде бы женский. Вот он очень свежий, как будто, знаете, немножко мужским. Отдаёт, в принципе, неплохой аромат. Так что интересно, как-то будет поносить его. Но вот, в принципе, знаете, из фаворитов, наверное, уберу тоже. Чё-то как-то тоже полежал, вдохнул и не очень стал. Давайте ещё вот эту «Нарсисо Родригес». Раз, она тут тоже есть. Не, «Нарсисо Родригес» тоже мне не нравится. Короче, что-то прям... Не надо. Мне понравилась вот эта розочка. Она прям такая вся порхающая. «Эллаев» от «Хьюго Босс». Вот это, в принципе, «Флора» от Гуччи. Но когда, мне кажется, я что-то такое слушала в магазине, мне это не очень нравилось. Я буду, наверное, пользоваться. И потом вам расскажу, что мне понравилось больше. Вот этот вот аромат от «Вильгельма Парфюмерии» «Диаполи». Мне понравилось в качестве мужского аромата. Мужчине своему отнесу. Я думаю, будет очень рад. Сама не хочу пользоваться таким ароматом. Так, ароматы всё. Здесь их получается сколько у нас было? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ароматов. И здесь ещё у нас остаются средства. Такая вот маленькая-маленькая вообще баночка тонера от «Ланкастера». Честно говоря, не пользовалась. Но слышала про такой бренд. Давайте тоже его послушаем. У нас сегодня запахи. Почти ничем не пахнет. Нормальный, в принципе, хороший, наверное, тонер. Без спирта написано. Очень интересно. Дальше у нас вот такой вот тюбичек. Крем-бустер от «Филорга» с эффектом сияния кожи. Интересная, кстати, вещь, наверное. Вот «Филорга» ничего не пробовала, но интересно. Потому что слышала хорошие отзывы вообще, в принципе, на этот бренд. Если что-то пробовали, напишите в комментариях. Интересно, интересно попробовать. Дальше. Вот такая вот штучка от «Доктора Брандт». Крем для лица от «Доктора Брандт» с гиалуроновой кислотой. Тоже интересно попробовать, что это такое. Дальше вот такое вот трио от «Доктора Джарда». Это все для тела. Там скраб идет, какой-то еще там лосьон и, видимо, гель для душа. Ничего не пробовала от «Доктора Джарда», поэтому мне интересно, что это такое. И последняя вот такая вот огромная штуковина. Это от «Make Up Forever». Смотрите, какая прикольная штука. Здесь и тональные, есть оттенки пробников, также и консилер. Прикольно. В принципе, возможно, я подберу себе какой-то оттенок и с вами потестирую. Прикольная штуковина. На самом деле здесь много всего того, что я вижу впервые. Но при этом с удовольствием попробую. Нет такого, что прям вообще бе. И духи, в принципе, все более или менее мне каким-то образом понравились. Понятное дело, что я сейчас, как я вам сказала уже в начале видео, хотела прям реально какие-то свежие такие духи, настраивающие на какой-то, не знаю, позитив, на прилив энергии и тому подобное. Поэтому мне, наверное, понравился «A Life» от «Hugo Boss». Но, в принципе, все духи неплохие достаточно. Я их, конечно, сейчас сложу вот сюда. Но я, в принципе, попробую все, знаете, на коже. Может, в каком-то вам видео о них расскажу. Какие мне понравились именно. Как раскрылись на моем теле. Вот. Так какие не очень. Но, в принципе, трешечка. Да, вот такая вот. «Hugo Boss» и «Life», «Gucci» и «Dolce Gabbana». В принципе, достаточно носибельные варианты. Мне очень понравилось. К слову сказать, эта коробка стоит 1400 с чем-то. И здесь у нас много, просто много, куча пробников. И есть парфюмы, которые, мне кажется, достаточно дорогие. Например, как вот этот вот «Вильгельмс» с его табачным ароматом «Диаполи». «Кортье», например. То есть я не видела такого. Я не знаю, как эти ароматы, да, какие они. И, в принципе, классное такое предложение. Можно попробовать много. Опять-таки, с одной стороны, глупо, да, купить эту коробку, да, с пробниками. Я всегда, на самом деле, тоже такого мнения была. Но меня привлекло то, что я могу попробовать много разных ароматов. Я не люблю пользоваться каждый день одним и тем же. У меня начинает болеть голова, у меня начинает надоедать, душить и тому подобное. Поэтому такое вот разнообразие – это прям спасение для таких вот прям любителей парфюмерии, как я. И плюс еще какие-то средства для лица, да, положили. Тут вот, например, «Филорго» 15 МЛЭ. Почему бы и нет? Какие-то крема тоже там 7,5 МЛЭ. То есть я могу, да, попробовать и заставить какое-то впечатление. Прикольное такое предложение. На самом деле, я думаю, что когда я попользуюсь этими духами, я посмотрю, какое есть предложение по «Сифоро Боксу» на тот период, да, в будущем. И, возможно, также приобрету, то есть мне не будут надеть мои духи. И я смогу много всяких разных духов сама послушать, вам показать и что-то выбрать для себя. То есть я не люблю большие вот эти баночки, да, безусловно, они красивые. Но поскольку я люблю разные ароматы, мне быстро все надоедает, как раз-таки плюс вот в этих пробниках, то, что я могу попользоваться пару раз, да, забыть про них, они не будут стоять мертвым грузом. Я потратила немного денег, вот. И мне кажется, прикольно, прикольно. Иногда можно себе позволить вот так вот побаловать себя. Пишите ваше мнение в комментариях вообще, что вы думаете насчет этого всего. Стоит ли такая коробка 1400 рублей, или это просто скандал, и вы никогда бы не потратили ни рубля на вот это вот все безобразие. И будет очень-очень интересно. Также напишите, пожалуйста, какие духи вот для вас самые такие любимые, да, весенний период, какие вам поднимают настроение, дают какой-то больше энергии, чего-то прям такого светлого, свежего, возможно. Возможно, свежий аромат у меня тоже привлекает сейчас, поэтому, если знаете классный, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну, а на сегодня у меня это было все. Спасибо, что были со мной. И увидимся в моем следующем видео. До скорой встречи. И пока-пока!